Привет друзья! После эксперимента огонь от воды с йодом и алюминием у нас остался кристаллический йод, который хранится в пластиковой банке для химических реактивов и, казалось бы, должен быть герметичен. При этом такой банки мы поместили еще в 5 полиэтиленовых пакетов и в пластиковую емкость, которая изначально была, покажи по цвету какая, белого цвета, точнее прозрачный, примерно вот такой вот. Какие состояния веществ у нас бывают? Твердая жидкая газообразная. Абсолютно верно. Так вот кристаллический йод на воздухе сразу из твердого состояния переходит в газообразный. Такой процесс называется сублимация. Как видим банка стала коричневой, то есть йод прошел через банку для химических реактивов, через полиэтиленовые пакеты и покорил стенки пластикового контейнера. Чтобы убедиться, что молекулы йода действительно проходят через молекулы полиэтилена, мы сейчас проведем эксперимент. Из эксперимента египетская ночь мы помним, что отличным индикатором на йод является что? Крахмал. У нас обычный кукурузный крахмал, сейчас мы его добавим в стакан и приведем кипяток, и растворим, потому что крахмал растворяется хорошо в кипятке. В горячую воду добавим крахмал. Все, теперь размешаем. Размешиваем, размешиваем. Индикаторный йод у нас готов. Чтобы получить йод мы в целый пакетик, целый полиэтиленовый пакет, положили две ложки медного купороса и сейчас добавим к нему воду. Одну пакетку, вторую. Теперь добавим чайную ложку эдидокалия. Закрываем пакет сразу. Плотно закрыл, да? И пальцами подними его, пакет не бойся, он не кусается. И пальцами можно даже перемешать. Было синее, а какое стало? Черное. Коричневое. Да, туда зашел. Видно, как йод начинает испаряться. Видишь, какого становится цвета вверху пакетик? Какого? Фиоретовый больше, да? Начал выделяться йод. Приподними форвард. И приподними, приподними. Как видим, с пакета ничего не вытекает. Получается, что молекулы йода проходят через молекулы полиэтилена и смешивая с чем? С крахмалом. Крахмалом становится какого цвета? Синего. Фиолетового, синего, терно-синего, да. Что мы узнали в результате этого эксперимента? Что молекулы йода могут пойти через молекулы полиэтиленовой пакетикой. Все правильно, что молекулы йода могут пойти через полиэтилен и такой процесс называется диффузией. Поэтому мы были абсолютно правы, когда предположили, что йод прошел и через контейнер для химических реактивов и через пять полиэтиленовых пакетов и покрыл стенки емкости. Ну чё-то ёп. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.